Синус ход, сила природы для вильного дыхания носом. Самое важное событие в мире обговорим как обычно. Меня зовут Алексей Бурлаков. Поехали. Будем говорить про космос, заводы, деньги и боеприпасы. Давайте. Соединенные Штаты впервые выделили деньги из арестованных российских активов для Украины. Напрямую они их в Украине перечислить не могут, поэтому отправили через Эстонию. И должна их будет использовать, потратить на восстановление Украины. Понятно, что это не прямо сейчас, это не прямо все деньги. И распоряжаться ими будет, ну, наверное, какая-то общая группа эстонско-украинская. Но точно не эстонцы будут решать, что именно восстанавливать, а что нет. В любом случае эти деньги должны быть под полным мониторингом, под полным контролем. Это обязательно. Но во всяком случае это прецедент, который можно будет использовать. И после арестованных денег пойдут в расчет, я думаю, еще и деньги замороженные России, если она не будет выплачивать компенсацию Украине. Тот механизм, который перед этим предлагали Соединенные Штаты, они предлагали это навстречу Большой Семерке, это вот эти вот облигации долговые российские. Ну, то есть какая-то страна покупает российские обязательства выплатить Украине репарации, выплатить Украине деньги на восстановление и так далее. То есть она как бы покупает российский долг. Ну, условно, давайте скажем, Бельгия покупает российский долг, и они платят за этот долг, ну, собственно, они же купили его. И Россия потом уже отплачивает Бельгии по этим самым облигациям, или как бы их там ни называли. Такой вариант пока только планируется запускаться, насколько я понимаю, его до конца еще не просчитали, и насколько он действенный, тоже пока еще не знаем. Во всяком случае, мы можем на процентов на 80 быть уверены, что Россия никому ничего отдавать не будет. Но вдруг такое случится, если она будет должна, скажем, всем, или большому количеству стран, если много стран по чуть-чуть выкупят российские обязательства, то, я думаю, как-то отдавать придется, потому что как-то торговать им потом придется, если они, конечно, не развалятся. А как же арестовали эти деньги? Эти деньги арестовали из-за того, что гражданин Латвии нарушил экспортное законодательство США. Он, ну, скажем так, хотел закупить и незаконно отвезти в Россию какой-то сверхточный шлифовальный станок, который очень дорого стоит. Ну, вот, собственно, 500 тысяч долларов он и стоит, и 500 тысяч долларов как раз Соединенные Штаты и перешлют через Эстонию, можно сказать, на восстановление Украины. Это немного, но все-таки это первый случай. Дальше будет больше. Для того, чтобы ускорить, может быть, вот этот процесс от покупки обязательств и до осознания России, что придется платить, концерн Rain Metal, немецкий концерн Rain Metal согласился, или собрался, я не знаю, строить завод в Украине. Это уже не первая крупная компания, которая соглашается строить завод в Украине непосредственно во время войны. И первая была Bycar, которая строит Byraktar. Byraktar строили, начали строить, точнее, или не начали еще строить. Это мы узнаем, я думаю, когда новые Byraktar появятся у Украины. Но только когда этот завод закончит, и он начнет работать, и начнет выпускать свою продукцию. Точно так же будет и с боеприпасами. Rain Metal обещает больше миллиона боеприпасов в год. Это много. На самом деле это много. Ну, скажем так, это достаточно будет для того, чтобы поддерживать определенный уровень, поддерживать на длительном... Поддерживать на большом расстоянии Россию. На том расстоянии артиллерии, которое позволяет 155-й снаряд. И именно их, во всяком случае, обещают выпускать на концерне Rain Metal. До этого они открыли завод в Германии. Ну, точнее, открывают завод в Германии. То есть, Германия будет стратегически подготовлена к вероятному обострению или к чему-то там еще. Но, во всяком случае, независимость какую-то в боеприпасах они будут сохранять. И вот в Украине теперь Rain Metal, то есть, строит два завода. То есть, это все надолго. Ну, и немного про космос. Россия угрожает всем ядерным оружием. Это уже не новость. Дмитрий Медведев пообещал... Это запасной президент России. Он пообещал, что если Украина выйдет таки на границе 91-го года, значит, он уже тоже согласился с тем, что это в скором времени реально, то тогда они применят ядерное оружие. В принципе, это логично, потому что они же говорили, что будут применять ядерное оружие, если будет угроза существования государства. Они вот приняли в свой состав, якобы, приняли 4 оккупированные области и Крым. Он тоже, как бы, по русским законам принят в состав Российской Федерации. И теперь они собираются это все защищать. То, что наворовали фактически. То землю, которую... И людей, которых они забрали, украли, они собираются защищать ядерным оружием. Ну, такое может прийти в голову только Медведеву и Путину, наверное. Ну, и тем, кто их слушается. Но, тем не менее, ядерное оружие, они теперь собираются вывести еще и в космос, и в космосе угрожать всем. Но тут интересная штука. Есть ли ядерное оружие на Земле? Европейские страны, Соединенные Штаты, НАТО, в принципе, говорили, что будут действовать превентивно на запуск России ядерного оружия. Это значит, что оно теоретически не принесет вреда людям. То есть до выстрела должно что-то сработать, должно сработать на опережение. Ну, в общем, как-то можно запубихты, предотвратить запуск ядерной, не знаю, ракеты, снаряда или чего-то еще, если это на Земле и по Земле. Но что происходит в космосе, если такое... Если россияне решат использовать ядерное оружие в космосе, если они решат уничтожить все спутники, которые на орбите нашей планеты находятся, это можно сделать. Мощными взрывами ядерными это можно сделать. Вывести из строя, разрушить, уронить их на Землю. Но вот госсекретарь Энтони Блинкин по этому поводу высказался. Уже он призвал коллег, в том числе и коллег из Китая и Индии, он призвал их отреагировать на это, потому что, ну, такой ядерный взрыв на орбите, он действительно повредит спутники всех стран. Он не будет избирательным, он не будет выбирать, чьи спутники ломать, и чьи спутники нет, чьи сжигать спутники, а чьи не сжигать. Он просто уничтожит все. И обломки, которые будут падать, они усложнят и авианавигацию, и куда они упадут, тоже непонятно, если упадут. Может быть, конечно, они сгорят в атмосфере, но все равно, тем не менее, это неопределенность, это непонятно, это опасно. Это опасно для многих стран. Но если Путин решит, что он загнан в угол, если он решит уничтожить экономику, ведущую экономику, ведущие экономики, он может к этому прийти. В любом случае, само нахождение ядерного оружия, готового к запуску на орбите, это уже какое-то такое мина замедленного действия, как ее сравнивает Энтони Блинкен, госсекретарь США. И эта мина должна, может, в любой момент выстрелить, когда Путину захочется кого-то пошантажировать. В общем, или когда ему покажется, что кто-то его обидел, может быть еще и такой вариант. В любом случае, это опасно, и я думаю, что консультации будут проводиться. В любом случае, я думаю, что скоро или Лукашенко, или Путин полетят в Китай на разговор, потому что такой разговор нужно провести, если такая история намечается. И в любом случае, подобное оружие теперь, если раньше не разрабатывалось, то будет разрабатываться хотя бы для противостояния. Ну и спутники при таком взрыве уничтожаются все, сгорают все, даже те, которые на малых высотах или на больших высотах, ну то есть выводятся из строя. Какой это будет иметь эффект для атмосферы, какой это будет иметь эффект для людей, непонятно, но прямой угрозы людям нет. Поэтому как бы реакции на использование такого оружия в космосе тоже пока еще, как я понимаю, не выбрано, не разработано. И об этом тоже нужно договариваться, потому что следующая эпоха, которая уже началась, эпоха освоения космоса, она предусматривает то, что нужно будет что-то с этим делать юридически. Ну то есть Путин угрожает сейчас не людям на земле, не уничтожением условного Вашингтона, а уничтожением техники, которая вокруг земли находится. То есть уничтожением экономики, уничтожением вот этого всего, без чего сейчас жизнь человека невозможна. То есть он, по сути, уходя, я не знаю, или приняв какое-то решение, уничтожит за собой всю экономику мира и оттолкнет, отбросит всех в каменный век. Я надеюсь, этого не случится. Будем с вами вместе за этим следить обязательно. Главное подписаться на мой канал, на канал 24-го, поставить лайк этому видео, оставить свой комментарий. Конечно, нужно знать, что вы думаете о том, что я тут говорю. Может быть, я что-то забыл, что-то упустил важное. В общем, не сдерживайте себя. Пишите, лайкайте, пересылайте, я не знаю, делитесь и так далее. И берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok